В самом сердце огромного Тихого океана, между Гавайскими островами и страной восходящего солнца находится остров Уэйк. Это один из трех островов Атолла, который был образован в результате затопления вершины вулкана. От ближайшей земли до него примерно 725 километров. Длину Уэйк не превышает 12,5 километров. Много лет остров не представлял никакой ценности. Единственными его обитателями были земляные крабы, крысы и особый вид нелетающих птиц. Из-за отсутствия источников пресной воды и редких дождей растительность на острове Скутной. Единственными людьми, кто изредка посещал это место, были экипажи кораблей, застегнутых штормом. Однако и они задерживались здесь надолго. Только японцы со временем стали частенько наведываться сюда. Их привлекали птицы этой местности, а точнее их пух. В январе 1899 года США присоединяют к себе ничейный безлюдный остров и строят на нем станцию корабельной связи. По мере освоения человеком воздушного океана интерес к острову вновь возрастает. Выгодное географическое положение так и намекает на создание на маленьком острове базы для заправки самолетов, осуществляющих перелет через Тихий океан. И в 1935 году компания Pan American строит на острове маленький аэродром и поселение с названием Паавиль для обслуживающего персонала. А в 1939 году уже и военные обратили внимание на расположенный остров и решили создать здесь промежуточную базу для заправки кораблей и самолетов. На остров отправились рабочие, а чуть позже и гарнизон будущей базы, которую планировалось застроить за два года. К обороне острова подошли основательно. Чтобы противостоять возможной атаке с воздуха, на острове было установлено не меньше дюжины зениток. 18 зенитных пулеметов типа Браунинг М2 и три десятка пулеметов Браунинг М1917. На базу авианосец Энтерпрайз заставил 12 самолетов Wildcat. От атак с моря остров прикрывали три батареи с 5-дюймовыми орудиями, снятыми с линкора Техаса. Все привезенные орудия были размещены по трем оборонительным пунктам на трех островах Атолла. Командовать гарнизоном острова был назначен Уинфилд Скотт Кайн. Ну а пока на острове шло строительство базы, правительство США ввели эмбарго на поставку нефти и всех возможных стратегических материалов в Японию. В Токио восприняли этот шаг крайне враждебно. В августе 1941 года Япония потребовала от Таиланда прав использования своих военных баз и контроля над производством олова, каучука и риса. В ответ США предложили Токио дать согласие на нейтрализацию французского Индокитая и Таиланда. В Токио все больше убеждались, что договориться с США и Англией не получится. 6 сентября по предложению высшего военного командования на императорской конференции утверждены принципы осуществления государственной политики империи, определившие решительные курсы на войну США, Британии и Голландии, если они не примут требования Японской империи. Японский премьер Каноэ предлагает провести личную встречу с Рузвельтом. Американцы отклоняют это предложение. Это усиливает партию войны в Токио. 16 октября кабинет Каноэ уходит в отставку. Новое правительство Тадзио было настроено еще более воинственно. 5 ноября прошла императорская конференция, на которой принято решение начать войну против США, Англии и Голландии в начале декабря 1941 года. Но переговоры в Вашингтоне решили продолжить. Японская сторона несколько смягчила свои требования. Предлагалось оставить японские войска в северном Китае, внутренней Монголии и острове Хайнань на небольшой срок после заключения мира между Японией и Китаем. Япония обещала вывезти войска из Индокитая после завершения войны в Китае, либо после установления справедливого мира на Дальнем Востоке. Однако американцы на компромисс не шли. 26 ноября американский государственный секретарь Хэл вручил японскому послу ноту, где США предлагали вернуться к существующим до 1931 года положению. Требовали полного вывода японских войск из Индокитая и Китая и выхода Японии из Тройственного пакта. В Токио восприняли эту ноту как ультиматум и приняли окончательное решение о начале войны против США и Британии. Понимая важность расположения острова, Япония решила захватить Уэйк в первые же дни войны. В будущем он должен стать важным звеном в японской линии обороны Тихого океана, удобной базой разведывательных самолетов и плацдарм для захвата острова Мидуи. К тому же, по мнению японцев, остров получится захватить без особого труда. И действительно, по состоянию на 7 декабря 1941 года на Уэйке находилось 27 офицеров корпуса морской пехоты и 422 рядовых, 10 морских офицеров и 58 матросов. Небольшое армейское подразделение, состоящее из одного офицера и 4 солдат, 70 слушающих авиалиний Пан Американ и 1146 человек инженерно-технического персонала и рабочих строителей. А саму базу окончательно не успели достроить. Не хватало боеприпасов, укрытия для самолетов не были построены. Истребки находились на одной узкой полосе без каких-либо укрытий, что также затрудняло оборону. Против небольшого гарнизона самураи выставили 3 легких крейсера и 8 эсминцев, а также 2 десантных судна с отрядом морской пехоты численностью 2500 бойцов. Также атаку поддерживали ВВС, которые базировались на Маршаловых островах, которые и должны были нанести первый удар по острову в день атаки на жемчужную гавань. О нападении на Перл-Харбор на острове узнали по радио. Защитники острова получили оружие и заняли свои боевые посты. Летчики заняли места в кабинах самолетов, а весь гражданский персонал поспешил в укрытие. Японцы не заставили себя долго ждать, и 36 двухмоторных японских бомбардировщиков атаковали остров. Бомбардировке подвергся аэродром, где в это время велась заправка 8 самолетов. 4 машины получили прямые попадания, загорелись, затем огонь перекинулся на соседние самолеты. В итоге 7 истребителей были уничтожены, так и не взлетев. В результате налета погибло 23 солдата и 10 гражданских. Были уничтожены почти все постройки при аэродроме компании Пан Америка. Японские бомбардировщики, не получив никаких повреждений, благополучно вернулись на свои базы. На следующий день японцы повторили налет. Оставшиеся американские истребители сбили один японский бомбардировщик, еще два уничтожили огнем земли. Но остальные японские самолеты смогли отбомбиться и уничтожить радиостанцию. Также разбомбили госпиталь, где погибло 55 гражданских, четверо военных. 11 декабря к острову подошли японские корабли. Каннингам отдал приказ подпустить противника поближе и, учитывая нехватку боеприпасов, открывать огонь только наверняка. Подпустив японские корабли поближе, артиллеристы открыли огонь. Один из снарядов угодил в торпедный аппарат эсминца Хаяте. Раздался страшный взрыв. И Хаяте, переломившись пополам, скрылся под водой, став первым кораблем японского флота в затонувшем Второй мировой войне. Тем временем, четыре уцелевших истребителя, убедившихся в отсутствии японской авиации в небе, атаковали приближающиеся японские корабли. Впрочем, лишь одна дикая кошка была вооружена парой стофунтовых бомб. Остальные атаковали японские корабли пулеметным огнем. Однако эта отчаянная атака принесла свои плоды. Одна из бомб угодила в эсминец, вызвав на нем сильный пожар. Но и сам истребитель был подбит, его пилоту пришлось совершить посадку на воду. Два других истребителя смогли серьезно повредить крейсер Тенрю. Пулеметная очередь угодила в склад бочек с бензином, предназначенной для заправки корабельного самолета-разведчика. Произошел взрыв, унесший жизни более сотни человек, а сам корабль был вынужден выйти из боя. В результате отчаянных атак два из четырех истребителя были сбиты зенитным огнем. Поэтому, когда на следующий день над островом в 10 утра появились 17 японских бомбардировщиков, им противостояло лишь два Уайлдкета. Впрочем, вскоре японский флот в боях за Уэйк потерял еще два эсминца, а зенитные батареи защитников сбили два самолета. Собственные же потери были незначительными. День 11 декабря 1941 года стал первым в истории войны на Тихом океане, когда орудия береговой обороны отбили атаку десантного соединения. Однако после этого у защитников острова осталось мало боеприпасов и всего два самолета. Вся надежда была только на скорое подкрепление. Но американское командование упустило возможность помочь гарнизону Уайлдка. Главнокомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Киммелл разработал план спасательной операции с участием сохранившихся авианосцев. Однако прежде чем Киммелл успел предпринять какие-либо действия, с 17 декабря он был снят с поста главнокомандующего Тихоокеанским флотом. Его заменили на немеца, но он в это время находился в Вашингтоне. Флот временно возглавил вице-адмирал Пай, который проявил осторожность. Адмирал сначала приказал отряду Флетчера идти к Уэйку поднять самолеты для поддержки гарнизона. Затем отменил этот приказ и дал указание эвакуировать гарнизон. Вскоре и этот приказ был отменен. Сам же Флетчер не решился на самостоятельные действия. Проведя дополнительную подготовку, японцы ночью 23 декабря 1941 года пошли на второй штурм. Перед этим остров снова бомбили, и японские самолеты уничтожили оставшиеся истребители и одну батарею. В этот раз силы вторжения имели в своем распоряжении еще и минные заградители, авиатранспорт и 2000 отборных, хорошо обученных десантник, часть из которых принимала участие в захвате острова Гуам. У 500 американских морпехов просто не было шансов. Американцы в боях с вражеской авиацией смогли сбить 8 машин и повредить 20. Японцы, несмотря на упорное сопротивление американцев, которые смогли потопить два вспомогательных судна, высадили десант. Американские солдаты смогли уничтожить первый отряд противника численностью около 100 человек, но предотвратить высадку всего десанта не смогли. Остров бомбила японская авиация, обстреливали корабли. Бой продолжался ночь и утро. К полудню боезапас американского гарнизона был исчерпан. Кроме того, из последних радиопереговоров с большой землей стало ясно, что помощи не будет. Командующий гарнизоном, чтобы спасти гражданских капитулировали. Потери американцев составили 122 погибших, 49 раненых, 433 пленных. Общие потери японцев – более 1100 человек. Адмирал Кадзиока принял остров овладения императора и переименовал его Ватори Дзима, что в переводе означает «кичий остров». После этого все американские военные и рабочие были взяты под стражу. Об этом инциденте решили особо не распространяться. О потере острова не было сказано ни слова в американской прессе. Молчали об этом и армейских кругах. Однако, когда подробности этого провала дошли до бывшего командующего флотом Джозефа Ривиса, он сказал следующее. Это самое позорное явление в истории американских военно-морских сил. 5 октября 1943 года, опазаясь вторжения американских сил на злополучный остров, японский адмирал Шагематсуса Каибара приказал казнить 98 пленных, которые находились там еще с момента захвата. Американцев отвели на северное побережье острова и, звезав им глаза, расстреляли из пулемета. Одному неизвестному пленному удалось сбежать. Позже он вернулся к месту казни и нацарапал на камне, который стоял рядом с братской могилой, надпись о том, что здесь покоится 98 человек. Вскоре беглеца схватили, и Сакаибара лично отрубил ему голову своей катаной, а надпись сохранилась до наших дней. Теперь этот камень является достопримечательностью острова и служит напоминанием об одном из самых позорных страниц в истории ВМС США. Назад остров Американцы получили лишь 4 сентября 1945 года, когда японский гарнизон сдался на милость американской эскадре военно-морских сил. Друзья, спасибо, что смотрели данный ролик до конца. Надеюсь, эта история вам понравилась. Пожалуйста, оцените ее комментарием, лайком или дизлайком, если не понравилось. А я пойду уже делать новое видео для вас. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok